Простые методы личностного развития. Первый метод, самый главный, слушание. Что дает слушание? Чего слушание? Слушание тех, у кого есть разум. Слушание как с верой. Как разум выглядит? Разум связан с сердцем. Вот, допустим, смотрите, я читаю лекцию. Сегодня я вам расскажу очень важное знание. Которого вы нигде, кроме как у меня, не получите. Ну такое как бы деловое такое, как бы он... Это не разум. Это ментальная платформа. Разум живет здесь. И чувствуется тоже здесь. Если у человека есть какой-то реализованный опыт, он говорит отсюда. И слышится он тоже отсюда. Нет других вариантов. Если вы пришли на лекцию, чувствуете, что вам по мозгам как бы прохаживаются. Уходите. Там нет никакого толку. Не будет никакого развития. Ничего не изменится в жизни. Информативный поток не нужен человеку для того, чтобы он получил возможность жить правильно. Ему нужен реализованный опыт, который находится здесь в сердце и идет тоже из сердца. Все. Слушание — это очень деликатная и самая важная в жизни человека вещь. Потому что когда человек слушает, он развивает силу, меняющую судьбу. Разум является такой силой. Когда человек слушает, он получает возможность побеждать судьбу. Поэтому вчера мы слушали песнопение монахов и наполнялись силой этой. Кто почувствовал себя легче? Поднимите руку вчера. Значит, вы наполнились этой силой. Значит, вы почувствовали силу любви к Богу. Почувствовали эту, как бы, возможность. Такая же возможность вчера была еще с утра. Если кто-то знает, что вчера было. Вчера святая вода Иордан вошла во все источники, в которых люди омывались ради Бога. Представляете, святая вода, и не надо ехать никуда, она сама приходит туда, где люди омываются. И они получают благо отношений с этой святостью, такие люди. Но для этого надо все правила соблюдать религиозные. Это не просто там напился и пошел омываться. Нет, ты должен доказать Богу, что ты достоин этой воды святой. Итак, слушание. Что такое развитие разума? Если есть вредные привычки, если нет силы вставать рано утром, если нет силы поменять свою жизнь, если нет знания, что делать, нет понимания, что происходит, живу как в тумане, скован в жизни, ничего не могу поменять. Значит, разум слабый. И тебе не надо ничего менять, тебе не надо пытаться обрести силы, тебе не надо из депрессии вырываться, тебе не надо ничего делать. Нужно просто слушать с верой то, что связано с силой разума. Это молитвы, это реализованный опыт, какие-то проповеди. Это то, что дает силу человеку внутри. И когда эта сила приходит, человек разрушает вредные привычки, человек становится позитивным, человек становится сильным, человек становится понимающим, что происходит в жизни, человек становится способным поменять свою жизнь. Все это означает нехватка силы разума. С помощью кулаков жизнь не поменяешь, с помощью хребта жизнь не поменяешь. Жизнь поменяешь только с помощью силы разума. Означает понимание, что делать, и сила это делать, сила внутренняя, вера в то, что все у тебя получится. Итак, развитие разума дает отрезвление человеку. Он понимает, как ему жить, что делать, и все по полочкам встает на места. Только через слушание с верой человек может получить силу. Допустим, сегодня на лекции была ситуация, как бы меня начали слушать не с верой, а иметь в виду, что вот так можно сделать. Все, какой смысл говорить? Я теряю силу, человек не приобретает ничего. Все. Только слушание с верой наполняет человека возможность побеждать судьбу. Вера не приобретается просто с полпинка. Если человек верит сразу первому попавшемуся, значит, что он фанатик. Не надо верить первому попавшемуся. Вера обретается с помощью изучения. Изучение означает внимательно слушать, анализировать, пробовать на жизни, смотреть, думать, изучать. Слушание с верой приходит со временем, когда человек убежден, что это работает. Но это не касается, допустим, тех, кто молится людей. Когда человек молится искренне Богу, не имеет никакого значения, какой он. Если он искренне молится, значит, можно это слушать и применять в жизни. Я говорю о беседе, о жизни. Это принятие человека в этой беседе непростая вещь. Лучше слушать с верой тех, кто в вашей вере. Самый лучший вариант. Ну, то есть, если вы хотите, допустим, сильно с верой слушать, слушайте, найдите людей, которые в вашей вере находятся, и слушайте их с очень глубоким чувством. Тогда разум будет становиться крепким, сильным. Это сложная тема для понимания. Фактически, слушание является главным для победы над судьбой, главным вообще в жизни человека. И поэтому люди слушают свой голос во время молитвы также. И побеждают судьбу своим звуком, своей силой. Когда человек сам может молиться и слушать свой голос, то тогда в этом случае он уже не нуждается практически ни в чем, потому что он изнутри себя наполняет силой разума. Но даже такие люди все равно подпитываются от старших еще большей силой. Они хотят еще больше силы для победы над судьбой. Как происходит победа?